На 9 дней с момента смерти Пригожина Владимир Путин решил посетить место преступления. Ну, как убийца, который всегда возвращается на место своего преступления и приехал в Тверскую область. Не в какую-то другую, а именно в Тверскую, хотя раньше особой любви к этой области у него не замечали. Он радостный, радуется, улыбается людям. Ну, в общем, очевидно, что Владимир Путин такой психотип человека, который вот прям, вот знаете, этот маньяк из фильмов, который кичит со своей безнаказанностью, которому нравится не просто убивать, но еще и демонстрировать свою безнаказанность. Вообще, все его поведение после убийства Евгения Пригожина, оно прям сочится тем, что он прется от того, как легко он это сделал, как он развел Пригожина и как абсолютно никто не пытается ему противодействовать ни со стороны Вагдера, ни каких-то бывших командиров, а наоборот присягают ему на верность, вступая в ряды Министерства обороны. Конечно, он от всего этого тащится, ему это очень и очень нравится. Особенно, я думаю, он кайфует, включая пропагандистов, которые, с одной стороны, рассказывают, как точно это Путину невыгодно, а с другой стороны, нет-нет, да и проговаривают, что это действительно он. У него к этому нет никаких претензий, он не смущается того, что он убил Пригожина, собственно, и похоронил его как собаку буквально под деревом, без каких-то геройских почестей или еще что-нибудь. Но, как бы, жалеть тут особо нечем, убил и убил, ну, на одного нациста и убийцу стало меньше. Убийца убил убийцу, да и не только его, но и захватив еще пару поставленных шишек Вагнера, в том числе нациста Уткина. Поговорить сегодня я хочу с вами о другом, о том, а кого еще в ближайшее время может убить Владимир Путин. Вы можете принять участие в этой дискуссии с помощью комментариев, можете подписаться, поставить лайк, чтобы позволить продвинуть видео, правда, видео сегодня не имеет какой-то первостепенной важности, скорее такое, знаете, видео выходного дня с размышлениями. Здесь я даже не буду настаивать, это не прогноз, это нет, это суперглубокая аналитика, просто хочу пройтись по нескольким фамилиям, которые, на мой взгляд, вполне могут стоять следующие в списке на выбывание из путинской когорты. Почему вообще я исхожу из того, что Владимир Путин кого-то может убить из своего окружения в ближайшее время? Специфика всех диктаторов. Чем больше у диктатора власти, чем больше диктатура становится похожа на классическую, а Россия уже и стала практически полностью, тем чаще начинают умирать люди вокруг диктатора. Потому что чем больше у тебя власти, тем больше ты параноишь по поводу того, что эта власть у тебя закончится. Ты видишь заговоры кругом, ты видишь во всех предателей. Мы видели это везде, мы видели это у Ивана Грозного, мы видели это у Мау, мы видели это у Сталина, вообще абсолютно неважно, о ком конкретном мы говорим. Каждый раз это работает по одному и тому же сценарию. Люди из ближайшего окружения диктатора начинают пропадать с фотографий, как у Сталина, и из жизни, как и у всех остальных этих диктаторов. Эта паранойя связана с тем, что когда ты создаешь вокруг себя информационный вакуум из узора лояльных людей, ты перестаешь понимать, где проявление нелояльности и попытка тебя убить или что-нибудь с тобой сделать, а где какая-нибудь критика или несогласие. И в целом порог на убийство человека сильно снижается. Мы видим, что у Владимира Путина этого порога почти нет. И мы видим, что с самого начала своего правления он не брезговал тем, чтобы убивать людей, сажать людей. Все это в его психии он не относится. Это мы считаем убийство чем-то необычным. Для нас убийство это что-то экстраординарное. Владимир Путин убивает людей в большом количестве. И, к сожалению, перед тем, как перейти уже к списку людей, которые, на мой взгляд, находятся сейчас в наибольшей опасности из окружения Владимира Путина, я должен, к сожалению, констатировать, что Владимир Путин в том числе продолжает убивать и людей в Украине. Не он лично, конечно, но отдает приказы каждый день по убийству людей в Украине, по атаке ракетами гражданских объектов в Украине, по, собственно, самой войне, когда убиваются украинские солдаты. Поэтому, что называется, вот это наше видео выходного дня до невыходного дня. Владимир Путин настоящий убийца, не надо это недооценивать. Он должен как можно скорее оказаться перед судом, ну или в гробу. Я ничего против этого тоже не имею, хотя перед судом предпочтительнее, чтобы снять с него вот этот вот ореол, демонический образ, потому что, по факту, Владимир Путин ничем не отличается от любого другого диктатора. Диктатура в России не только жестокая, кровавая и отвратительная, но еще и довольно скучная. У нее нет никаких собственных особенностей. Она ничем не выделяется в историческом контексте. Обычная базовая диктатура. И с этим и связана в том числе такая опасная ситуация для путинского окружения. Потому что помимо того, что он может подозревать в людях предательство и паранойю, есть еще один момент, который заключается в том, что он может ожидать угрозы, исходящие от людей, не потому что они ему как-то нелояльны, а потому что само их существование повышает для него угрозы. Ну, либо они слишком много знают, либо у них слишком много власти, либо они аккумулируют вокруг себя слишком много ресурсов. Разделяя властвуй, этот принцип хорошо Владимиру Путину известен, поэтому если кто-то становится слишком перекачанный и накачанный, то от этого человека тоже имеет смысл избавляться. Ну что, давайте пройдемся тогда по моему небольшому списочку, который я накидал. Кого-то я с большей вероятностью отношу к потенциальным жертвам, причем в самое ближайшее время, кого-то с меньшей вероятностью. Я, опять же, еще раз подчеркиваю, не прогнулась ни что, просто мои мысли на эту тему. Буду рад, если вы поделитесь и своими. Начнем с очевидного варианта – Рамзан Кадыров. Вы, наверное, могли заметить, что когда убили Евгения Пригожина, когда Владимир Путин убил Пригожина, стало довольно много разговоров о потенциальном убийстве Кадырова и за рубежом, и среди, собственно, русскоязычных спикеров. Более того, окружение Кадырова на это реагировало довольно нервно. Например, Дмитрию Гудкову, который об этом сказал в одном из интервью, начали писать угрозы Кадыровцы так, как никогда раньше. И всякие видео присылать, и прочее, и прочее, и прочее. Это связано с тем, что в целом вот эту вот опасность понимают плюс-минус все в окружении Кадырова и сам Кадыров. Чем вообще опасен Кадыров? Кто такой Кадыров? Кадыров формально-номинально глава Чечни, по факту царь Чечни. Кадыров – это человек, который позиционирует себя как верный пехотинец Путина. Впрочем, кто не позиционировал себя так, тот же Пригожин, неоднократно это подчеркивал. И на самом деле их взаимоотношения с Путиным устроены удивительным образом. Некоторые полагают, что это взаимоотношения такого отчима и пасынка, потому что, значит, когда Ахмат Кадыров умер, собственно, Путин фактически взял Кадырова на поруки. Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что Путин довольно сильно боится Кадырова. Кадыров заключил с Путиным в свое время сделку, которая выглядит следующим образом. Москва, накачивая Чечню деньгами, не лезет в дела Чечни, а за это Кадыров в узде держит саму Чечню. Потому что сама Чечня, с которой Россия вела войну, аж две, скажем так, не очень лояльно настроена к российскому руководству. И вот Кадыров в обмен на неискончаемую ресурсную базу и полный произвол пообещал держать всех в узде, чем он и занимается. Путем пыток, путем рейдов внутри Чечни и путем того, что Чечня, несмотря на то, что это один из самых таких регионов, которые больше всего получают денег из центра, является одним из самых бедных. То есть обычные жители Чечни, они не получают и толики тех денег, которые туда посылаются. Зато все окружение Кадырова ездит на дорогих машинах, Кадыров живет в Золотых Дворцах, ну и прочие стандартные наборы. Так вот, почему Кадыров вообще опасен? Во-первых, потому что у Кадырова есть свои боевые подразделения. Да, это росгвардейцы. Да, они не могут ничего сделать в настоящем бою. Ну, то есть тиктоки войск Кадырова стали уже мемом, потому что они постоянно куда-то то едут, то приезжают. И там, значит, просто воюют с многоэтажками, не участвуя в боевых действиях. При этом не надо путать, собственно, с солдатами из Чечни. Есть солдаты из Чечни, которые там готовятся в российские войска. А вот есть именно Кадыровские полки, которые, по факту, Росгвардии, которые воевать не умеют. На поле боя их никто не видел, ни в какие сражения они не вступают. И несмотря на постоянное обохвальство Кадырова, их не существует как боевой единицы. Они просто катаются по тылам и, значит, выпендриваются. Все, больше они ничего не делают. С точки зрения войны подразделения абсолютно неэффективны. Но с точки зрения борьбы за власть вполне себе являются силой. По факту там что-то около, ну, скорее всего, 10-15 тысяч человек. Точно мы не знаем, точных данных у нас нет, мы не можем это посчитать. Но это 10-15 тысяч экипированных с точки зрения для внутристрановой силовой операции. То есть они неэкипированы тяжелой техникой. То есть у них нет артиллерии, у них нет танков, но у них есть бронемашины, у них есть бронежилеты, у них есть стрелковка, у них есть стрелковое оружие, у них есть минометы. То есть для того, чтобы отправиться условно маршем на Москву, у них сил вполне себе хватит, потому что мы увидели, что вообще много сил для этого не нужно. То есть у Кадырова есть свой лояльный силовой ресурс, у Кадырова есть довольно большое количество денег, у Кадырова есть довольно широкие антимосковские буквально настроения внутри Чечни. Поэтому в любой момент, когда Кадыров захочет какого-нибудь социального взрыва, с последующим попыткой перехвата власти он это может сделать. Поэтому он довольно опасен для федерального центра. Более того, в России, я особо об этом видео не делаю, потому что это интересный кейс, но такой очень специфический, во время войны все больше и больше растет такое неприятие к тем, кто не похож на фенотипического русского, ну то есть на человека, у которого славянская внешность. Если вы посмотрели в Z-паблике, там довольно часто эта тема поднимается, как и в контексте миграции из стран Средней Азии, так и в контексте буквально людей из Кавказа. И в общем там это такая довольно серьезная тема, которую они очерчивают, которую они опасаются. В общем, национальный вопрос, собственная армия, большое количество ресурсов и регион, который, мягко скажем, не очень доволен тем, что он под контролем хотя бы формальным Москвы. По факту я не думаю, что Кадыров представляет реальную угрозу для Владимира Путина. Потому что сам Кадыров это абсолютная полена. Ну то есть он вообще ничего не понимает, он сидит скорее всего на каких-то веществах, либо медикаментозных, либо нет. Я говорю это не для того, чтобы попытаться его оскорбить, а потому что, ну когда вы видите его записи, когда вы видите его трезвость мысли, она не очень подходит под описание человека, который, что называется, имеет ясность сознания. Поэтому я думаю, что ситуация, которая у Кадырова есть, его вполне устраивает. Огромное количество денег, ноль обязательств, и, собственно, регион в кулаке. Ему вряд ли захочется каким-либо образом пытаться из этой такой комфортной среды выходить за ее пределы. Однако Владимир Путин это вряд ли понимает. Ну то есть для него угрозы, надо понимать, что у человека вот с паранойей, у него все угрозы гипертрофированы. То есть он может себе представлять это как действительно реальную угрозу, и поэтому Кадыров может для него быть сильно потенциально опасным в его голове. Особенно после выступления группы Вагнер, потому что после выступления группы Вагнер любые напрямую не подчиняющиеся российской армии силы, или силы, которые подчиняются кому-либо еще, даже находясь в составе российской армии, вызывают у Владимира Путина тревогу. Поэтому Кадыров очевидный номинант на устранение. Более того, устранить его тем проще, чем слабее его здоровье. А последний год слухи про здоровье Кадырова ходят очень активно. И ладно, слухи есть про всех, в том числе про Путина и про всех остальных людей на этой планете. Но есть некоторое обращение Кадырова, когда он выходит в свои какие-то прямые эфиры, сразу видно, что человек явно нездоров. Вот этот хотя бы отрывок посмотрите. Это не просто я какой-то специальный подобрал отрывок с неудачным ракурсом. Но, впрочем, все примерные выступления Кадырова выглядят вот так. Не очень связанная речь. Собственно, что-то с лицом. То есть, оно имеет болезненный вид. И многие делают вывод, что действительно у Кадырова какие-то большие проблемы со здоровьем. Кто-то грешит на печень, кто-то еще на что-то. Но в любом случае у него не очень хорошее физическое состояние. Более того, были фотографии и видео, где видно катетер. То есть, катетер, который привязан к его руке. Ну, точнее, введен в его руку, как правильно сказать. Поэтому устранение Кадырова вполне себе можно выдать за одну вот все. Здоровье приказало долго жить. Я бы на месте Кадырова очень по этому поводу переживал. Потому что мне кажется, что это прям самый... Вот если брать из тех, кто самый очевидный претендент на устранение, то это, на мой взгляд, Кадыров. Потому что в голове Путина из нынешнего его представления о том, что несет для него риск, Кадыров это вот прям риск-риск-рискович. И, собственно, в эту сторону я бы активно смотрел. И это понимают, мне кажется, и сам Кадыров, и кадыровское окружение. Поэтому они так остро реагируют, когда, значит, об этом кто-то высказывается. Ну, давайте пойдем дальше. Следующие претенденты, на мой взгляд, это Шойгу. Ну, Сергей Кожугетович Шойгу, глава Министерства обороны. Здесь проблема даже не в том, что это основной военный, который командует всеми войсками. И для любой диктатуры тот, кто командует войсками, представляет самую большую угрозу. Потому что огромное количество диктатур было свержено именно с помощью армии. Тот же самый Чаушеско, несмотря на то, что многие неправильно понимают, что там именно произошло, он был свергнут как раз армией. Армией захвачен и армией расстрелян. Не только он, этот список довольно обширный, но в любом случае армия это первая угроза для власти. Именно поэтому Владимир Путин еще до войны так особенно выделял Шойгу, ездил с ним в тайгу и что только ни делал, несмотря на абсолютное отсутствие каких-либо военных талантов у Сергея Шойгу. И отсутствие службы в армии, и отсутствие вообще заинтересованности в том, чтобы быть министром обороны. Ему интереснее пилить столы. Собственно, это Шойгу и спасает. То есть, его абсолютное отсутствие амбиций, собственно, делает из него лояльного человека, очень-очень-очень не приспособленного к посту Министерства обороны. То есть, человека, который очень плохо руководит войсками, но при этом довольно лояльный. Проблемы здесь для Шойгу две. Первая проблема – это то, что формально он все равно остается угрозой, потому что он довольно сильно после падения Пригожина разросся. То есть, если раньше были какие-то противовесы, то есть, были какие-то там Суровикин, какой-нибудь Пригожин, то есть, Шойгу находился в относительно уязвимой позиции. То есть, у него были какие-то конфликты и были элементы внутри системы, которые его ослабляли. После, значит, мятежа Пригожина Шойгу вышел абсолютным победителем. Он зачистил абсолютно все поле, убрал всех неудобных, то есть, Суровикин хрен пойми где, Пригожин мертв, его убил Путин. И любой командир, полевой командир, значит, или там генерал, если он что-то перечит как-то Шойгу, то сразу отправляется в Сирию. То есть, Шойгу безраздельная власть над армией прямо сейчас. Консолидация власти с точки зрения Путина и в реальности тоже, это очень большая угроза. Но есть и вторая проблема для Шойгу, если он хочет жить. Дело в том, что Шойгу при этом крайне непопулярен. Непопулярен и в войсках, и в УЗ-общественности, и вообще везде. И поэтому очень было бы удобно назначить Шойгу козлом отпущения и вообще как-нибудь его сменить. Но если сменить его обычной процедурой, просто убрать, то это значит признать, что действительно Шойгу плохо воевал, поставил его Путин и не снимал долгое время. А это значит, что Путин принимал плохие решения. Это будет признание собственных ошибок. Владимир Путин этого делать не любит. И поэтому идеальный вариант для Владимира Путина, чтобы вот две эти проблемы, описанные мной выше, решить, это убить Сергея Шойгу. То есть, посудите сами. Сергея Шойгу нет. То есть, вся критика в отношении него и вообще огромный пласт прям недовольства людей армии именно из-за персона Шойгу убирается. Второе убирается человек, который уже долгое время консолидировал вокруг себя ниточки, которыми он управляет армией. То есть, нужно понимать, есть недовольство внутри армии в отношении Шойгу, а есть, собственно, ниточки, за которые дергают Шойгу. То есть, вся власть над армией есть у Шойгу, но и недовольство тоже приходится на него. И, соответственно, убив Шойгу, Путин решает сразу две эти проблемы. Он говорит, погиб как герой, воевал как герой, вообще замечательный был парень, но вот теперь назначаем кого-нибудь нового на пост министра обороны. Не знаю, пусть это будет какой-нибудь Дюмин, которого постоянно прочат то в президенты, то в министра обороны, то еще в кого-нибудь. Ну, или любую другую фамилию, которая вам в голову всплывает или даже не всплывает. Обычно это фамилии, которые широко неизвестны. Убивает двух зайцев сразу, повышает собственный рейтинг за счет того, что буквально стрелочник, на которого все можно повесить, да, он сам устраняется с доски и больше нет проблем. Если же просто его отстранить, посадить, еще что-нибудь сделать, он может начать что-то рассказывать, может пытаться задействовать свои связи для того, чтобы соскочить и вот всем таким заниматься. Поэтому убийство Шойгу представляется довольно вероятным. То есть, мне кажется, оно как минимум как план рассматривается, и я бы не удивился, если бы это произошло. Едем дальше. По списку Герасимов. Герасимов – это лайт-версия Шойгу. То есть, вот все причины, которые я описал, просто немножечко уменьшены. Потому что Герасимов тоже ассоциируется с проблемами, Герасимов тоже консолидирует вокруг себя какое-то количество генералов. Говорят, что вот именно Герасимов отправил командующего 58-й армии Попова в ссылку за то, что тот как-то начал говорить о проблемах на фронте. В общем, все абсолютно то же самое, что с Шойгу, просто в чуть меньшем масштабе. При этом, убив Герасимова, можно поставить нового командующего военной операции, и опять же, часть претензий у широкой общественности, Z-общественности, будет снята. Этот не очень эффективный инструмент, потому что Герасимов является фигурой номинальной. У него вообще, по-моему, одно выступление было с момента, как его назначили на эту должность. Вот как раз после мятежа Пригожно, когда ходили слухи, ну как слухи, копиум, когда ходил у Z-канала, что вот-вот-вот сейчас Путин выйдет, объявит, что значит Герасимова снимают, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, ну в общем, короче, Герасимов не стал таким лицом войны. Ну то есть, если из Суровикина еще пытались слепить какого-то, да, вот более публичную персону, то есть Герасимова нет. И вообще Герасимова знают не так много людей, но какое-то недовольство в армии это уменьшит. Проблема со всеми этими сценариями заключается в том, что кто бы не пришел на их место, ничего лучше не станет, и тогда уже будет вопрос не в том, что вот надо менять там какое-то начальство, а в том, что есть какие-то институциональные проблемы, которые нерешаемы. Да, это многих может смутить. Поэтому, собственно, это вот шанс на шанс для жизни Герасимова и Шойгу, но вполне себе Герасимов как компромиссный вариант убийства Герасимова. Опять же, почему я говорю именно про убийство? Потому что убийство это, если мы берем и выносим за скобки личное ограничение человека на убийство, то убийство в такой системе это наиболее эффективный механизм. Потому что в случае посадки или еще чего-нибудь, человек может начать что-нибудь не то говорить, выдвигать себя в президенты и еще чего-нибудь такое делать. В случае убийства он молчит. Если вы из-за убийства не опасаетесь каких-то восстаний и прочего, а, собственно, даже вагнеровцы, у которых боевое братство, которые обещали мстить за пригожину, если что-то случится, вот они мощно собрались силами и пернули, и ничего не сделали. Поэтому ожидать, что кто-то пойдет заступаться там или мстить за Шойгу, за Герасима, за любого человека из этого списка, не приходится. Поэтому я говорю именно об устранении, потому что это лишено тех минусов, в которых есть там посадка или просто отстранение, и имеет еще часть плюсов. Но раз уж я заговорил про тех, кто выдвинулся в президенты, то, конечно, стоило бы переживать людям за жизнь Игоря Стрелкова-Гиркина. Это не человек из окружения Путина, тем не менее, заметная фигура. Чуть раньше вышло видео, где я рассказываю, почему его выдвижение в президенты – это не просто анекдот и не такая смешная история, как кажется, и почему она действительно для Путина довольно опасна. Не с точки зрения того, что он станет президентом или даже кандидатом, а с точки зрения стратегии, которую выбрал Игорь Стрелков-Гиркин. В общем, посмотрите, если пропустили. На мой взгляд, очень полезный для понимания видос. Но понятно, что тоже убийство Стрелкова-Гиркина – универсальное решение проблемы. Ну, то есть, сгнает в тюрьме. Знаете, как недавно писала его жена, по-моему, что вот когда его возили на проверку на законности меропресечения, его посадили в один автозак с украинским военным, который тоже арестован. И очень жена переживала, говорила, что это опасно для жизни Стрелкова. Ну, вот опять же, какую-нибудь такую штуку сделать, типа вот Игорь Стрелков был убит каким-нибудь сокамерником или еще кем-нибудь. Геморроя много в этом нет. Собственно, минус одна проблема для режима Владимира Путина. Но это, сразу скажу, представляется мне довольно маловероятным сценарием, потому что я думаю, что Владимир Путин не до конца понимает проблемы, которые создает для него Игорь Стрелков-Гиркин. То есть, он понимает на том уровне, что надо его посадить, да, то есть, власть серьезно относится. Но я думаю, что они думают, что под посадкой все проблемы решили. Теперь мы идем дальше. Следующая группа. Вот, смотрите, Кадыров – это те, кто, на мой взгляд, имеет максимальную вероятность погибнуть в скором времени. Дальше была группа из людей, которых вероятность поменьше, но она все еще высокая. И теперь я возьму тех, у кого вероятность меньше, но, собственно, приведу мои ощущения, почему они тоже под угрозой с точки зрения возможных дальнейших действий Владимира Путина. Золотов. Золотов – глава Росгвардии. Очень ультралояльный Путину человек. При этом довольно тупой. И при этом человек, который сейчас, на которого фактически Путин делает ставку. То есть, вот это распоряжение о том, что теперь у Росгвардии появится тяжелая техника. Хотя непонятно, откуда она появится. То есть, если что, с фронта ее не заберешь. Если забирать с заводов, то это фактически забирать с фронта, потому что заводы работают сейчас на фронт. Короче, не очень понятно. Ну, в общем, Золотов, он не столько из-за персонали своей, сколько, опять же, из-за собственной власти. То есть, Золотов контролирует последний, точнее, предпоследний рубеж путинской обороны в случае чего. То есть, Росгвардия – это именно структура, на которую сейчас опирается максимальная российская власть внутри страны. В чем проблема с Росгвардией? Проблема с Росгвардией, что она оказалась абсолютно неэффективна. Что когда был марш на Москву, Росгвардия сильно труханула, и вообще ее видно не было. Поставили там на объезде в Москву какой-то мешок с песком и человек то ли с минометом, то ли с пулеметом, не так важно, с ЭГСом каким-то. И, собственно, Росгвардия показал свою полную неспособность и неэффективность. Золотов довольно трусливый человек и довольно, поскольку не шибко умный, а довольно, насколько я понимаю, эмоциональный. Мы видели это и в обращении к Навальному, и более того, ей были слухи про тот его конфликт с Шойгу, связанный с тем, что Шойгу не предупредил, как все будет в Украине, как будет развиваться война, поэтому Золотов отправил туда по запросу Шойгу какое-то количество Росгвардейцев, и их всех положили просто. Вот те самые колонны, которые ехали на Киев в автозаках с щитами, вот ехали эти Росгвардейцы, там они под Киевом и остались. И, собственно, в большом-большом количестве. Более того, есть большая неопределенность в том, что будет дальше происходить с войной, и, собственно, вот Золотов как человек, который держит предпоследний рубеж обороны, человек, который не очень устраивает, мне кажется, на этой должности Владимира Путина. То есть, да, он лояльный, но он не очень эффективный. И, опять же, убирать его путем отстранения – это рисковать, потому что он, может быть, с этим не согласен, может как-то аккумулировать Росгвардию и прочее, и прочее, куда проще убить. Вообще вот вся дальнейшая цепочка, точнее, часть ее, они построены на том, что убийство человека, который представляет для Путина опасность, даже если у него нет у этого человека амбиции на то, чтобы представлять Путина опасность, это просто один из самых простых способов. То есть, в нормальной ситуации там было бы отстранение или что-нибудь такое. Здесь же гораздо проще убить. Поэтому на месте Золотова я бы тоже не расслаблялся. Дальше у меня идет Мишустин. Это очень интересный персонаж, значит, вы можете услышать эту фамилию, это премьер-министр нынешний, вы можете услышать эту фамилию в бесконечных разговорах о том, как в случае потери власти Владимиром Путиным именно Мишустин будет тем транзитным человеком, который назначит внеочередные выборы, выпустит политзаключенных из тюрьмы, начнет переговоры с Западом и прочее, и прочее. То есть, ну, во-первых, формально при смерти Владимира Путина Мишустин становится исполняющим обязанности президента, ну или при аресте Владимира Путина, не так важно. И в целом Мишустин многим представляется как такой человек скорее либеральных взглядов, как человек, которому вот все происходящее не особо нужно. В какой-то момент власть пыталась интегрировать Мишустина в Z-движуху. Они, значит, на пару с Собяниным создали там какой-то специальный комитет по военной экономике, что-то туда-сюда, но как-то два или три месяца это все попукало и вообще перестало быть что-либо об этом слышно. Мишустин не заявляет громко о своей поддержке войны и прочее. Поэтому Мишустин такая надежда, значит, как это сказать, надежда на чудо со стороны российских либералов, так что сказать. Я не люблю слово либерал, оно ничего не обозначает. Более того, кого не спросишь из типа либералов, они все себя не причисляют, ну там за редким исключением. Я, например, не либерал. Ну, вообще-то такая надежда на мягкий транзит власти. И вот, значит, Мишустин чаще всего воспринимается и оппозиционерами, и западными какими-то think tank'ами, как такой человек, с которым в целом можно договориться, как человек, который может выступать этим медиатором. И, конечно, это делает его большой проблемой для Владимира Путина. Потому что вот если вокруг тебя, вокруг Владимира Путина, есть люди, которые только хуже, да, которые вот не представляются, ну вот Медведев какой-нибудь, да, который смекнул эту фишку, он не хотел, как раз вот вся трансформация Медведева связана исключительно с тем, что он не хотел выглядеть как хорошая альтернатива Путину. Потому что его задача стала с момента начала войны стать хуже Путина для того, чтобы Путин не задумался про избавление от Медведева как от человека, который может выступить как раз медиатором между постпутинской Россией и Западом. И поэтому Медведев стал таким фашистующим фашистом. И, конечно, теперь никому не приходит в голову, что именно он будет тем человеком, который может вот этим медиатором выступить. А вот Мишустин приходит, и приходит довольно многим. И это угрожает жизни Мишустина. Потому что для Владимира Путина важно обозначить, что никакой альтернативы нет. Что никакого простого выхода из этого кризиса нет. И что даже если с ним, с Путиным что-нибудь случится, Россию ждет только гражданская война, реки крови, ядерное оружие в руках локальных головорезов. И вот наличие какого-то человека, который с формальной точки зрения и с неформальной точки зрения воспринимается как возможный ответ на вопрос, а кто, если не Путин, и как вообще будет выглядеть падение путинского режима, это сильно по Путину бьет. То есть это дает Западу, например, четкий сценарий того, как российская власть может пасть. Для Путина важно, чтобы у Запада этого сценария не было. Для Путина было бы хорошо, если бы Запад такой... Никаких сценариев мы не видим, поэтому надо договариваться с Путином. Покуда есть альтернативные сценарии и их просто представители, их живое воплощение, такие как Мишустин, это Путину угрожает. Поэтому на месте Мишустина я бы был аккуратнее с едой, водой и самолетами. Собянин, как и в случае с Герасимом Шойгу, маленькая версия Мишустина. То есть у Собянина есть в руках столица, главный город в России. Опять же, в его руках совершенно относительно. Я думаю, что Собянина от Москвы можно отделить буквально за неделю, и никто ничего не заметит. Как было с Лужковым, когда все думали, что Лужков вообще построил себе царство, и вообще это государство в государстве, и он не погрешим, не за что не погрешим, а что он неуязвим для кого бы то ни было. А так, за полчаса Лужкова стерли, вообще ничего не осталось. То есть у Собянина, конечно, гораздо меньше контроль над Москвой, чем когда-то было у Лужкова. Поэтому Собянин просто маленькая версия Мишустина, которая тоже многими воспринимается как такая альтернатива. Но надо сказать, что Собянин – это именно прикол части российской оппозиции, или, по крайней мере, людей, которые себя оппозицией считают. На Западе Собянина всерьез не рассматривают как человека, который мог бы выступить этим медиатором. Это какой-то прикол со времен Лексутова, парков, скамеечек, еще чего-нибудь. Реального политического влияния, реального политического веса у Собянина нет. Поэтому на его месте я бы не особо за свою жизнь переживал. То есть он имеет гораздо меньше шансов погибнуть, чем Мишустин. Вот Мишустина на его бы месте я бы ходил, оглядывался. Дальше у нас есть Патрушев. Патрушев – прикольный кейс, потому что это вообще человек-загадка. То есть это, наверное, один из самых безумных соратников Владимира Путина. Человек, который верит прямо во все, которое существует. Вот если есть какие-нибудь реальные люди, которые разделяют взгляды Путина на войну, на миропорядок, на все остальное, это буквально Патрушев и Бортников. Ну, то есть все остальные, в том числе и перечисленные мной, и олигархи, которых я не касаюсь в этом видео отдельно, скажу почему. Это все люди, которые… это все не близко им. То есть типа история про Кровавый Запад, они в это не верят. Им просто хочется зарабатывать, точнее воровать деньги и тратить их, и все. У них нет вот этого представления о мире, которое есть у Владимира Путина. Вот Патрушев и Бортников – два человека, которых это представление есть. И это люди, которые обличены большим количеством власти. Собственно, мы их с вами в пару и возьмем. Собственно, Бортников – глава ФСБ. И у него есть две уязвимости. Первая – это то, что он контролирует ФСБ. Это служба, которую Владимир Путин уважает и боится больше всего, потому что он сам КГБшник, ФСБшник. И поэтому он представляет, что ФСБ – это основная угроза с точки зрения того, что если вдруг они захотят Путина прибить или арестовать. Что даже в угрозу не просто люди с оружием, которые идут на Москву, а люди, у которых есть специальные навыки для того, чтобы травить, убивать и прочее. Собственно, ФСБ этим и занимается. Вторая служба по защите конституционного строя – это именно те люди, которые занимались ликвидацией политиков и других людей. И поэтому у ФСБ очень много силы, Бортников – ее глава, и ФСБ, второй минус Бортникова, очень плохо выполняет свою работу в этой войне. Ну, то есть пятая служба – служба внешней разведки ФСБ просто опростоволосилась, ну, то есть предоставив Владимиру Путину совершенно неправдоподобные данные по тому, как будет происходить захват Украины. Более того, внутри России ФСБшники тоже работают спустя рукава, то есть они постоянно делают какие-то постановочные аресты, но не арестовывают, не задерживают тех, кто, по мнению Путина, реально на что-то влияет, в том числе тех, кто запускает дроны, например, по Москве и по другим городам. Все больше появляется подтверждение того, что это происходит с территорией России. В общем, ФСБ слабо с точки зрения внутренней работы и внешней работы разведательной, и сильное с точки зрения потенциальных рисков для Путина. Поэтому я думаю, что если не будут убивать Бортникова, потому что все-таки человек свой, то будут как-то перетрясывать ФСБ, потому что, мне кажется, у Путина прям очень много накопилось недовольства по поводу ФСБ. Ну и Патрушев, я его сюда включил скорее как человека более радикального, чем Путин, и Путину это тоже может казаться опасным и неправильным. То есть у Путина есть какие-то представления о берегах, его собственные представления о его собственных берегах, и вот Патрушев за них как будто бы выбивается. И вот эта вот его как бы экспрессия, вот эта его поехавшись в большую сторону, чем Путин, тоже может из него делать довольно опасного в представлении Путина для него врага. Потому что хуже человека, который недоволен тем, что ты делаешь, потому что он теряет деньги, только человек, который недоволен тем, что ты делаешь, потому что это противоречит его фанатичной философии. И вот как раз Патрушев в условиях, когда Владимир Путин уже решит куда-то разворачиваться и переводить войну в немного такую более спокойную с представлением Владимира Путина стадию, Патрушев может стать угрозой. Ну и напоследок Игорь Иванович Сечин это не человек, это жижа ходячая. Ну то есть это существо, которое не может связывать слова в предложение, которое умудрилось в нефтяной отрасли еще убытки иметь. Ну это прям вот человек без всего. Единственное, почему он есть в этом списке, это потому что он очень активно якшался с Пригожиным и, как поговаривают, даже занимался проталкиванием финансирования Пригожина. То есть у него есть какое-то свое восприятие по тому, с кем дружить и с кем не дружить. И он в этом контексте может быть довольно опасен, потому что у него много финансовых ресурсов, он контролирует много финансовых потоков. И это Путина может не устраивать, он в этом может видеть угрозу. Но смерть Сечина не впечатлит вообще никого, поэтому убивать его можно спокойно хоть завтра. Такой примерно списочек я накидал. Мне кажется, вот эти люди, это те, которых мы скоро можем увидеть в заголовках российских изданий. Остановилось сердце, выпало из окна, чего-нибудь еще, самолет потерпел крушение. Вот эти фамилии бы меня не удивили в новостных сводках. Есть отдельные еще группы, это боевые генералы активные, которые, ну вот как, собственно, Попов, командующий 58-й армией. Мы не знаем, насколько их много, у них нет большого доступа к аудитории, поэтому здесь я не уверен, что кто-то будет заморачиваться. Тем более, есть альтернативный способ послать их в ссылку в Сирию. И эту проблему, как мы увидели с тем же самым Поповым, решает. В крайнем случае можно отстранить и как-то вот заставить замолчать, как это с Суровикиным происходит. Поэтому здесь я не думаю, что буду перебегать к убийствам. И вторая категория, которую я не взял, которую я тоже считаю, что не будет убита Владимиром Путином, это олигархи, потому что олигархов Владимир Путин не воспринимает как субъектов. Ну, то есть для них, для него это просто какие-то абсолютные куклы, которые ничего не делают, ни на что не влияют, поэтому о них зачем марать руки, тем более, что большая часть из них находится за рубежом, поэтому их убийство сложнее с точки зрения инфраструктурной. Даже до войны российские убийцы периодически сталкивались с проблемами, как это было с Мишкиным и Чипигой, и еще несколькими кейсами. А уж в нынешней ситуации доставать из-за рубежа людей и как-то их убивать еще проблематичнее. Поэтому я думаю, что Владимир Путин не будет на это растрачивать ресурсы, не будет так рисковать, потому что любая страна, в которой это будет сделано, может воспринять это как акт агрессии, и как минимум будет замотивировано больше поддерживать Украину, а как максимум, возможно, и вообще вступит в этот конфликт. Поэтому я бы в эту сторону не смотрел. В общем, если все это огрублять и уже не гаданием на кофейной гуще заниматься, я бы выделил три фактора риска для людей из загружения Путина, кто может быть убит. Первое – это вы находитесь на территории России. Убить на территории России проще простого для Владимира Путина. Вот это прям имеет ноль последствий. Второе – вы по должности или по темпераменту обладаете некоторым количеством власти и ресурсной базы. Ну, то есть у вас есть либо собственная армия, либо деньги, либо деньги и собственная армия, и прочее вот это вот все. Это делает вас… Чем больше у вас власти, тем более вы рисковы для Владимира Путина. Ну и третье – это личное недовольство Владимира Путина, если что-то вы делаете такое, что как бы не очень укладывается в его представлении об эффективности. Как провал на фронте со стороны Шойгу, абсолютный провал мятежа Пригожного с точки зрения Росгвардии, и абсолютный провал всего и вся с точки зрения ФСБ. Вот такие мысли у меня, делитесь вашими в комментариях с удовольствием, почитаю. Это у меня как раз такое видео выходного дня, оно не претендует на какую-то невероятную точность, просто решил, что вам будет интересно, если я поделюсь с вами мыслями. Пишите, кстати, как вам вообще такие форматы, потому что я периодически задумываюсь о несколько таких полусторонних вещах, как это, и в целом я бы мог чаще вам о них рассказывать, если вдруг это вам интересно. Если не интересно, то ничего страшного, оставлю эти мысли при себе. Ну и поддерживайте канал на Патреоне, ссылка в описании, или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке. Это ультимативные способы поддержать канал и выпуск новых роликов. Не только таких, а уже и более серьезных, более серьезной аналитики по поводу того, что происходит на фронте, за пределами фронта, военные сводки. Все это делается здесь, поэтому поддерживайте рублем. Нет, рублем не поддерживайте, поддерживайте долларом или евро. Ну а с вами был Майкл Найк, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.